я сделал вес от меня принесли магомед с трудом сделал вес не нравится когда мне не оставляют шансов владимир меняет он заработает почти 100 миллионов и он такой а чё ты на меня наполнил сначала 4 ронда уговорил да ну нафиг да не я 200 лямов поставил цифре все дорогие друзья меня зато арсанда цифи сегодня в рамках информационного агентства обзор пресс выберем наверное эксклюзивная это еще декорации у вас вообще просто накинул аж я даже чуть как-то некомфортно начала я просто сказал что это эксклюзив эксклюзив это я готов и так вот я анализирую социальные сети последнюю неделю и замечаю что когда организация данного боя берет интервью тех или иных спортсменов у звезд спорта когда он спрашивает кто выиграет магомед исмаилов или минеев каждый знаешь такой который тебя не очень хорошо знает сразу говорит минеев а который тебя хорошо знают они говорят но все зависит от подготовки магомеда исмаилова вот я хочу записать это интервью с целью от для того чтобы люди знали какая у тебя подготовка как ты заряжен как ты настроен на этот хуже когда говорят знаешь если минеев будет не готов но если мы выходим на этот бой значит мы должны быть готовы а если ты был не готов это исключительно твои проблемы так этот на в нашем против прошлом противостояния поймем я проиграл да там куча нюансов но это ведь мои проблемы поэтому я могу озвучивать могу говорить о них никого не касается по большому счету твой подошел туда значит ты а значит был уверен что сможешь победить вот подготовка подготовка хорошая я туда не знаете вот после после прошлого противостояния я сделал вывод 6 я себя плохо не хорошо и со мной что-то не так я просто не выхожу на бой то есть яма откладываем переносим противостояние тогда не и так далее но сейчас я здесь я сделал вес вот меня принесли хоть не было тяжело но я его сделал руки спрятал кавычки арсан нарисовал ну окей вес сделан завтра будет бой значит со мной все хорошо чувствую себя тоже хорошо знаете на самом-то деле владимир в данном противостоянии он как черная лошадка мы видели его по кикбоксингу на видели пойму по боксу ведь мы его не видели мы не знаем что может предложить как боксер вот то есть я считаю вот эти экспертов которые вот о которых ты говоришь признают меня или которые не знают меня это немножечко так это не до эксперты почему потому что они видели владимира минеева в деле они исходят из каких-то своих внутренних предположений до владимир минеев заявила себе в мм и как удар но он кикбоксер мы видели его противостояния по кто-нибудь смотрел как он боксирует ноте но все видели как боксирую я правильно теперь они делают вывод не видя как минеев боксирует но оценивают его очень высоко правильно но мастер спорта по боксу этого достаточно чтобы оценивать его таким образом и мне нравится мне нравится когда мне не оставляют шансов мне что ты якобы мне нравится да я чувствую что вот ты знаешь это наступает такой момент когда типа тебе нечего терять но ты проиграл и таки скажет ну ну вот вещь мы же говорили типа но но не боксер а владимир боксер на а выиграешь то это фейерверки понимаешь это фейерверки да ладно все ведь говорили все вот эти эксперты говорили что из моего не вывезет а тут он сделал я с большим процентом вероятности я сталкиваюсь да именно с этой гипотезой которая ты говоришь о том что если магомед выиграть то вау это будет но есть еще и такая теория что вот как бы первую у вас бой да не по боксу но все же это была ничья 2 победа его и что якобы мага сейчас должен ну просто рвать и метать все правильно так и должно я должен выйти и делать вам же ну знаете вот проиграл вадим ремене по боксу и говорит ну окей а пойму мы делаю то есть можно сказать вам впереди сейчас даже его ничего не теряет если я же выигрываю мы там сравняемся один раз он выиграл поймем и один раз играл я по боксу теперь есть возможность поймем и что-то снова как бы решить у него в него положение более спокойно я считаю а я проиграл все я считаю то да можно сказать что потом через какое-то время там если я там выдам пару там короче противостояние там поймем и люди опять вернуться к вопросу что вот поймем и все-таки сделал бы и так далее но мне кажется пути мои пути сторону владимира минеева я закрою уже сам да мне так кажется что я уже не буду ну гонорары там не варим нет 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 гонорары фигурируют людям интересно почему бы нет но лично я считаю но не вот сейчас не получится потеряю я уже какой-то вот сам вот свой личный какой-то интерес вот типа что-то доказать и так далее ну уже будет так уже вот я буду я буду холоден в отношении этого противостояния вопрос неудобный для тебя как я могу не задать вот финансовой стороны азе ты не любишь ее обсуждать на пресс-конференциях хоть что-то такое мелькало что якобы у вас было что-то с раундами 6 8 что за каждый раунд по миллиону потом есть информация что там в общем 50 между вами обоими есть информация что в общем 100 так что приближенно где-то 5 10 или 100 общем за 50 миллионов я бы не подрался с владимирами так просто между делом скажу владимир меня я уже говорил на пресс-конференции он заработает почти 100 миллионов владимир мини в родном владимире мини я не говорю на а а мне там я и владимир до гонорары выше но сужай я же соображал я же газовал в отношении этого противостояния правильно я же добивался его окей мне нужно было заинтересовать владимир именеева я и заинтересовал он заинтересован мария он даже вот если как а когда человек я не хочу вот я сейчас говорил такой все я буду холдин тогда ты каш а если гонорар я такой нет нет стоп 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 скорее всего мы поделимся если будет хороший гонорар снова скорее всего мне снова станет интересно вот так же и владимир мини он он наверное думал уже нет не хочу а тут гонорары цифры нолики и владимир миниев снова сказал да как ты реагировал на его вот эти выпады мага работой но почему ты не работаешь почему нет огласки почему нет пиара я хорошо реагировал я хочу жаль герува владимир миниев я думаю волновался я волновался о том что я мало провожу времени в интернете мало говорю а значит а значит что значит я много работы значит не до разговорчиков значит подготовка усердная и нет времени на разговоры я старался успевать но мне было тяжело потому что я пытался я собрал я же пытался как бы реабилитироваться после операции я пытался прийти в порядок это сложно одно дело коты в порядке и ты начинаешь подготовку другое дело с операционного стола начинаешь подготовку это посложнее у тебя есть момент который тебя тревожит немножко гормональный фон нарушен там во время операции тебе надо что-то попить тебя усыпляют и так далее с этим всем нужно разобраться привести себя в порядок это сложно вот и я выбрал так сказать немножечко сложный путь но простаивать еще там дольше я не хотел противостояние с анатолием токовым было отменено ну перенесено на другую дату мою но простаивать я не хотел этому бокс это самое оно чтобы выйти как бы побоксировать по ногам никто не бьет после бокса у меня будет время еще там два-три месяца и вот тогда уже в порядке не руки сейчас тоже я в порядке для бокса для бокса но не для мм и у вас был такой тур пресс-конференции было три а дагестан ульяновск москва чтобы какую бы выделил возможно такой самый интересный из этих пресс-конференций и еще говорят о том что ну вот не спал на прорекламирован этот бой согласен ли ты с этим я согласен но хоть было три пресс-конференции мы старались на самом деле я же говорю я немножко была задача на восстановление можно было сделать лучше я считаю кто виноват никто не вам не виновата есть течение обстоятельств исключительно но смотри когда организовываем этот бой я-то газую я все получится давайте сделаем ну когда мы уже приступили к этому делу там у пульса были определенные планы которые тоже остались нереализованы у меня какие-то планы остались нереализованы у камела гаджиева но тем не менее три пресс-конференции прошли правильно я думал после первой мы уже будем молчать мне казалось так я думал ну окей мы первую пресс-конференции поговорим во второй что мы будем делать а в третьей да реально у меня такой вопрос возник в голове но мы справились если был какой-то макал везде как было о чем поговорить было что обсудить по твоему недоработано с плане медийности из-за того что очень много лиц так сказать отвечают за этот поединок потому что ну как бы начал организацию файд на это в то же времени файт на это тоже турнир проходит не в рамках поэт на это про пульс об что-то говорят и вот очень много так вот разговоров хаоса и полностью такая нераскрытость какая-то имеется есть даже журналисты я тебе скажу больше не знают кому давать аккредитацию кому обращаться настолько всего в хаосе лабиринте происходит как вам бойца да но я хочу сказать что бой сам бой должен закрыть все вопросы все вот эти недочеты люди забывают что когда я выхожу биться что обязательно там будет печь на него стабильно об этом забывают усну я или уж нет мой оппонент но экшен там будет правильно с самого начала вот начали вот штырковым говорили да что это и тогда но когда побоксировали скале вот это бой вот это да вот в темпе как хорошо отработали ребята вот такое должно быть вот такое должен вот противостояние должен быть именно таким не вот давайте мы отмотаем все мои вот отдавать назад пройдемся по всем моим противостояниям action война битва правильно а тут понимаете у меня в оппонентах владимир минеев три года прошло с нашего последнего противостояния я сделал определенный работу над своими ошибками на у меня было пяти раундовое противостояние полное с александром шлеменко я там отбоксировал с иваном штырковым там 6 раундов по три минуты и везде булочки и здесь будет и здесь будет экшен должен быть хороший бой опять же таки я настраиваюсь на 8 раундов но бокс тем более по тем более мы полутяжи да тут один удар может решить все да и пусть этого удара не будет в этом противостояние даже так да пусть будет война все восемь раундов я хочу чтобы вот мне слюни бать брызгали вот так все вот от усталости знаешь и вот на характере вот когда уже вот придет момент поработать на характере вот тогда мы и прояснимся все вопросы а все же кого какое отношение вот злость ярость может даже обида что вообще ты испытываешь вот сегодня к владимиру минееву нет не злости ни ярости нет а мой оппонент кому я проиграл как анатолий токов у нас были с ним определенные моменты недопонимания ну знаешь они они оставим их в прошлом мы вот буквально у нас было вчера был эфир на матч тв и вот пока эфир не начался у нас такой вот разговор сложился с владимиром вот за три года вот представляешь мы не нашли возможность время чтобы до сесть и вот поговорить вот у нас было какое-то недопонимание у меня мое внутренне у него оказывается его какой-то недопонимать вот мы сели вот нас посадили рядом ведущий я думаю ничего себе а за накал как вообще не беспокоиться и и мы сидим так и и он такой а чё ты на меня напал там я в смысле а ты вот выложил это и вот если у нас примут начался вот так вот быстрый быстрый сам 5 минут готовность за пять минут мы подняли турцию знаешь с турции и пошла у нас раскидались и такие они и так там внимание там эфир и мы такие окей переключились на эфир и теперь эфир пообщались и там вот рекламная пауза но и вот за этот эфир честно мы подняли и решили все наши вопросы все не на понимание как бы да пусть наши наши какие-то недопонимания останутся в прошлом до оставим в прошлом это прошлое пусть наше будущее будет не чистым от оскорблений до неправильно есть мужские моменты подрался там чет и так далее но хуже этого это оскорбление когда мы делаем что-то неправильно задеваем там честь друг друга это хуже и вот к этому пришли до части более мы друг друга не затронем не заденем мы в принципе с ним я думаю друг друга поняли как думаешь не знаю не обещаю что мы не подержимся с ним в будущем еще вне турнира я не знаю может у меня этот у нас очень непредсказуемо непредсказуемые взаимоотношения с владимиром турции тоже ему руку пожимали но вот так у нас вот так у нас складывается пока но которые были вопросы вот я помните сказал я не уважаю как человека но уважаю как спортсмена там и так далее вот вопрос не уважаю как человека он закрыт после матча пообщались да я его услышал он меня услышал вот но я вам хочу сказать но это ни о чем не говорит в ринге он будет тем человеком который победил у меня последнем моем противостоянии в клетке который победит но вспомните даже в клетке он же ведь вел себя достойно он подошел проявил достойно знаете он мог прыгать орать ау там бить себя в грудь и так далее но он отдал предпочтение другому он подошел проявил ко мне уважение внимание поднял меня помог стать и так далее так это тоже заслуживает отдельного какого-то респекта уважения от меня и тогда заслуживала тогда я понимал я на это обратил внимание вот сейчас когда я ему накидаю ничего когда я ему жестко накидаю и когда вот это все закончится он будет сидеть я тоже не буду кричать прыгать я подойду и тоже помогу стать как думаешь на что будет похож ваш боксерский поединок это будет это будет сильно это жесткая перестрелка будет я думаю но я думаю захочет держать на на дистанции а я буду а я буду ее сокращать стабильно я буду сокращать и вот драться с ним я буду драться а он будет разрывать дистанцию и в один момент он поймет что у него не получается разрывать дистанцию ему придется принять бой на встречных курсах и вот тогда появится вот тот самый тот самый момент который мне нужен чего стоит опасаться в в ринге магомеда исмаилова разъяренного разъяренного магазин своего да и у володи возникает вопрос что я буду делать после четвертого раунда постараемся удивить постараемся удивить его до постараемся чтобы он с самого начало счета раунда говорю а ну нафиг они а я там вроде бы он видит меня а вроде не видит ситуация на свешение тебя вели два человека окей до раскрываем завистью это была игра довольно хорошая актерская игра с твоей стороны кстати не твоих секундантов потому что они оба ловили ха 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 хаха они не доработали этот момент нет просто вижу там там был другой человек должен был быть другой человек да он бы не улыбался он бы отыграл покажите актера ну извините я весь гонял они пошли с хамамчиком у него купаются они а я должен был сидеть ждать Я вес гонял вообще-то. Но ты же понимаешь, что все заголовки сейчас будут о том, что там Магомед с трудом сделал вес, встал на весы. Пусть будет так. Вес никогда не бывает легко сделать вес. Всегда бывает сложно сделать вес. Правильно? Вот. Как и сложно бывает 5-минутное интервью, например, сделать. Даже все равно оно бывает больше, чем 5 минут. Ты не понимаешь, у меня вот здесь, смотри, телефон и столько заметок, которые я просто убираю. Но ты отвечаешь, знаешь как, вот я не могу. И мы, по идее, знаешь, столько вопросов, что ты сейчас ответил. 5-6. Это ты, да, ты их так раскрываешь. Окей, последнее, давай. Я знаю, что ты... Нет, мы с тобой отдельно побеседуем. У нас очень много интересных тем про Вагаба, про фильм, про съемки. Мы про это все отдельно поговорим, потому что о этой интервью мы хотим посвятить только данному боксерскому поединку. Магомеда Исмейлова против Владимира Минеева. И в завершении, давай так. Топ-3 имени для тебя. С кем бы ты хотел провести боксерский поединок? Топ-3 имени, да? Тищенька. Бабанин. Бабанин сейчас в шоке, наверное, будет смотреть. Так, еще кто? Тайсу. Ну нет, Тайсу нет. Нет, давай так. Вагаб Вагаба. Можно было с него начать, если честно. Ладно, ты напрашиваешься продолжить эту тему. Я только думал ее закрыть. Что там происходит с Вагабом? Все люди пишут, что это игра, они никогда не подерутся. Но это так все красиво, знаешь, смакуется в социальных сетях. Вагаб думает, что он по боксу. Расхавает? Что он, да, по боксу, он такой номер один же. А ты что думаешь? А я говорю, нет, ты номер два, говорю, говорит, по боксу. Номер один здесь я был. Вот такая ситуация. И мы там как бы спарринги, спаррингами. Мы говорим, ну спарринги, что спарринги? Вот когда заходишь на реальные соревнования, там уже не спарринги, там все по-другому бывает. Другие ощущения, другой тайминг, скажи, адреналинчик. А ему это не знакомо по цене? Ну я ему говорю, что мы сейчас то, что спарринги, я говорю, мы сейчас давай не будем исходить из спаррингов. Так где-то, в каких-то раундах я ему накидываю, в каких-то он мне, ну это спарринги. Если мы зайдем в ринг, там все может плачевно обернуться для тебя. Но я-то тебя люблю, понимаешь, это и для меня плачевно потом обернется. То есть прикинь, вот только падающий вагап от моего удара. Я говорю, что же, вот вместе с ним он будет падать, я вот так, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Но он доводит, и вот, и не знаю, чем это все закончится. Нет, в любом случае, я вам хочу сказать, что у нас спарринги бывают такие, что у меня там, например, в последнем нашем, который я помню, спарринг, не последний, там предпоследний спарринг, у меня там сухо кровь пошла, я думал, он мне перепонку порвал. Ну, чтобы понимали, какие спарринги, вот как мы бьем друг друга спарринги. Примерно вот так же, я сейчас буду, когда боксируют, примерно вот такие же удары у меня будут с Владимиром Минеевым. Вот так же я буду, видите, как мы в спаррингах работаем с вагапом-вагапом. Ну, я говорю, прекрати, или это все закончится каким-нибудь, я не знаю, 10-раундовым поединком, где я объясню ему просто. Где я ему объясню, что не надо так, пога, не надо так, остановись, просто вот усмири свой пыл. Вот сейчас я, я начала, Владимиром Минеевым выиграю, и просто тихо сиди лучше, тихо, аккуратненько, порадуйся, вот так сделай, больше ничего не говори лучше, предупреждаю тебя. История о том, когда говорят, успокойся, и человек никогда не успокоится после этих слов. И ты сейчас так же вот этими словами провоцируешь прям его газовать, газовать. Было как провокация. Давай еще раз попробуем. Вагап. Сейчас тоже? Не делай. Понятно. Ждем боя против Магамида Испайла против Вагапа-Вагапова. И... Я накидаю ему, просто тип-тип-тип-тип-тип-тип, вот так будет Вагапа-голова. Вот так тип-тип-тип отсюда. Там кончик тип-тип-тип отсюда. Ой-ой-ой. Почему говорю зами тихо? Ты понимаешь, что это интервью сегодня выйдет, не завтра? Ты понимаешь, что у тебя завтра бой с меня может не состояться сейчас? Смотри, показывай работу Вагапа, смотри. Тип-тип-тип-тип-тип. сегодня в отеле не состоялся я предупреждаю я предупреждаю я вагала предупредил и готов сделать два боя в два дня до смотри сейчас владимиром порешаю я же говорю ему следую сохраним молчание все что я хочу сказать нет он может говорить какой я молодец там как хорошо себя проявил там и тогда никто не верил но я сделал это все нормально развил но дальше это очень заходить и а по поводу владимира минеева ты наверное видел видит это такое очень интересное социальных сетях где он есть стейк и там такая фраза была что скушает как стейк это мясник это мясник мы уже определились эти больше скажу сейчас вот на взвешивание журналисты которые чувствовали все хотели об этом поговорить им достаточно было чтобы ты ответил только на этот вопрос всех перебил искал мне друзья я запишу полноценное интервью и там спокойненько об этом спрошу я делаю стейки понимаешь я делаю я соображаю какой он будет я мясник магомед мясник и смоила вот примерно так меня представить в этом противостоянии так что реакция на его слова какие кушать захотел я стейк захотел сам тоже он стык кушал а то что у меня скушает там как этот стейк но не знаю надо мы же не видели как он ел этот стейк как он ему тяжело дался как у него вообще сложились взаимоотношения сможет он не доел он не смог съесть он же не показал как он поглотил этот стейк вот сама вот самого то что он провел аналогию там стейка с магомедом исмаиловым уже делает стейк тяжелее сложнее чем чем обычные да так что если он показал как он его доел сейчас же я скажу раз он провел такую аналогию он не смог вас есть не зашел этот стейк он может отрицать это но я-то знаю я-то знаю исмаилов большое спасибо за интервью что уделил время ты прошел процедуру взвешивания несмотря на это ты с нами рядом не пошел спать желаем успехов на твоем пути во всех начинаниях чтобы скорее восстановился от всех травм и чтобы руку поднимали именно тебе и а а и и и и Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!